Стики геймпадов штука недолговечная и не очень надежная. И бывает так, что после того, как вы полностью отпустили стик, он не возвращается идеально в центр. Это проблема смещенной центровки, которая встречается довольно часто. И когда стик геймпада то и дело тянет в какую-то из сторон, это принято называть дрифт. В большинстве случаев эту проблему решает чистка, либо замена стика. Но что если я вам скажу, что есть альтернативный вариант, который не требует вообще никаких манипуляций непосредственно со стиком. И вам не придется его не чистить, не разбирать, не менять, не ковырять. Потому что решать проблему мы будем путем добавления подстроечного резистора в наш геймпад, который позволит нам корректировать характеристики основного потенциометра нашего стика и даст возможность полностью избавиться от дрифта и поправить центровку. И самое главное, что такой потенциометр обойдется вам всего-навсего 8 центов. Ну а данный видеогайд позволит вам не налажать в процедуре его установки. Всем привет, с вами Джон Панч и в этом видео я буду фиксить центровку стика моего DualShock 4 контроллера. Начнем с того, какую именно проблему сегодняшний фикс позволит решить и как ее правильно диагностировать. Для начала я подключу геймпад к компьютеру и зайду на сайт gamepadtester.com. На этом сайте можно отчетливо увидеть все проблемы стиков геймпада. И в данном случае левый стик моего DualShock 4 контроллера все время кренит немного влево, что вследствие в играх с маленькой мертвой зоной приводит к постоянному перемещению персонажа. В некоторых случаях эту проблему можно решить путем калибровки стика, если программа или игра это позволяет. Но в таком случае стик не будет доставать до правого края и как следствие персонаж в игре вправо не сможет бежать. Кроме того, подобная проблема может быть нерешаемой путем замены стиков. Связано ли это с настройкой внутреннего контроллера либо неправильной калибровки, я не знаю. Но сам факт, иногда замена стика не помогает, но сегодняшний способ призван это исправить. И в этом мне помогут вот эти потенциометры, которые я купил на Алиэкспресс. Продаются они пачками по 20 штук примерно за полтора доллара. И здесь важно не ошибиться с емкостью. Нам нужен потенциометр на 1 мегаом. Потому что если взять меньшее значение, то у стика появится ограничение хода и он просто-напросто не будет доставать до краев. На все про все нам потребуются подстроечные резисторы, паяльник, припой, крестовая отвертка, кусачки. Какой-нибудь тонкий провод, ковырялка для вскрытия корпуса, не обязательно такая. Плюс для пайки, пинцет и пласкогубцы. Не все предметы из списка обязательны, но без них может быть тяжко. Все геймпады разбираются по-разному, найти как это делается можно на YouTube. Конкретно DualShock 4 разбирается путем откручивания четырех задних винтов, после чего необходимо подковырнуть корпус геймпада под нижними портами. Далее необходимо будет преодолеть еще две защелки по бокам, но у меня геймпад разбирался множество раз и они уже по сути сломаны. Далее я отключу шлейф корпусного светодиодного индикатора, чтобы он меня не отвлекал и выему и отсоединю батарею. По сути на этом разборка полностью завершена, дальше лезть никуда не надо, поскольку у меня глючит левый стик по горизонтали, то меня интересуют вот эти три контакта. Именно к ним и следует припаять следующий потенциометр, у которого, обратите внимание, с обратной стороны есть тоже три контакта, а с передней стороны регулятор, который и будет исправлять положение нашего стика. Для того, чтобы припаять потенциометр, мне потребуется тонкий эластичный желательно провод, который необходимо зачистить с обеих сторон при помощи специального инструмента, либо кусачек. Я лично пользуюсь вот такой вот штукой, очень удобно. И моя текущая задача создать три маленьких проводка, которые в дальнейшем я зачищу с обеих сторон, чтобы вследствие получить три вот таких вот коротыша. Именно с помощью них я и буду присоединять потенциометры. Далее каждый край я промокну в флюс, чтобы при нанесении припоя он равномерно распределился. После чего нагрею паяльник до 310 градусов, это моя любимая температура для работы. Далее я лужу каждый контакт со всех сторон и откусываю лишнюю длину провода, оставляя примерно 2-3 миллиметра. В итоге наши коротыши должны выглядеть примерно вот так. После чего я наношу флюс на все три контакта подстроечного резистора. Благодаря этому при хорошо разогретом паяльнике можно быстро и легко оставить контактные точки на необходимых местах. Далее при помощи пинцета я припаиваю все три прутка к соответствующим контактам. Обратите внимание, что средний пруток у меня получился немного длиннее. Рекомендую сделать так же, так как контакты находятся не на одном уровне. После чего у вас должен получиться вот такой вот осьминог. Но я прогадал с длиной ножек, поэтому мне придется их сейчас немного подровнять. Таким образом, чтобы они все находились вровень с контактами, а иначе припаивать их будет геморно. Снимая оплетку, чтобы не оторвать пайку, я буду крепко держать провод плоскогубцами. Ну и тут снова важно не забыть обработать контакты флюсом. Кстати, вот этот вот флюс, который я использую, просто охренительный. С ним я забыл про канифоль раз и навсегда. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Здесь стоит добавить важное замечание. Обязательно, обязательно отключите геймпад от питания перед тем, как начнете его паять. И ни в коем случае не замыкайте контакты стика, потому что его можно угробить. Не сам стик, а именно контроллер, который отвечает за его движение. Поэтому делайте все внимательно и тогда все будет окей. И теперь дело за малым. Припаять три провода к трем контактам. Вот и все. Далее я разворачиваю потенциометр к себе лицом. Поскольку я использовал достаточно эластичный провод, то я могу это делать без страха того, что что-то переломится. Но не забывайте, что подстроечный резистор нужно крутить. То, чтобы не оторвать провода в процессе, я рекомендую его приклеить на термоклей. И если вы не в курсе, то термоклеевые пистолеты уже делают даже беспроводные. Конкретно мне девушка подарила Xiaomi Hotto Little Monkey, который можно найти на Е-каталог за 2000 рублей. Да, это не профессиональный пистолет, он больше для детей, но зато у него есть зарядка по Type-C. Он экономно выдавливает термоклей и для моих задач его более чем достаточно. А самое главное, у него нет никакой привязки к розетке, что лично для меня просто бесценно. Ну а если вам нужно что-то посерьезнее, то найти хороший беспроводной термоклеевой пистолет, а может Е-каталог, ссылку на который вы найдете в описании под этим видео. После чего необходимо подключить к геймпаду блок питания и желательно шлейф с индикатором. И в таком состоянии его нужно подключить по Bluetooth, либо по кабелю. Параллельно с этим заходим на GamePadTester.com и начинаем регулировать подстроечный резистор до тех пор, пока наша точка не станет идеально в центре. Делать это можно при помощи простой плоской отвертки. Крестовая в этом случае скорее всего не подойдет. И как только точка достигла центра, следует протестировать стики на работоспособность и в целом геймпад уже можно собирать. Теперь в тестах стик будет полностью возвращаться в свое центральное положение, но ложка дегтя в этом методе все же нашлась. Несмотря на то, что я идеально отрегулировал центровку стика до правого края, он совсем малость, но все же не дотягивается. И можно подумать, что в этом виноват подстроечный резистор, который изменил объем стика. И я специально отпаял его и провел тест еще раз. И он показал, что данная проблема была и до подстроечного резистора. Поэтому по большому счету на объем он особо не повлиял, но вот недостаток с правым краем не исправил. Так что конкретно мой геймпад спасет только 8 беду приемник, который обладает не только мощным сигналом и возможностью настраивать мертвые зоны, менять кнопки, добавлять макросы к любому геймпаду, с которым он сопрягается. Но также он позволяет фиксить центровку и идеально выравнивать круг. Да, стоит он дороже, чем 8 центов, но зато вам не придется долбиться с паяльником и что-то выдумывать. Обзор на данный девайс на моем канале уже выйдет довольно скоро. У него есть как и свои плюсы, так и минусы. Например, к нему нельзя подключить более одного геймпада, его нельзя подключить ни к одной другой консоли, кроме как к Nintendo Switch, либо к компьютеру. А еще он крайне странно и не очень хорошо ведет себя с некоторыми геймпадами. Ну а что касается сегодняшнего опыта, то даже без 8 беду приемника, геймпад работает отлично. Небольшой недотяг по правой оси никак не сказался на движении персонажа, он бодренько бегает во всех направлениях, а значит я полностью подчинил свой геймпад и более мне не придется переживать по поводу кривой центровки или того, что мой персонаж будет бесконтрольно убегать куда-то в сторону. Поэтому лично я сегодняшним экспериментом полностью доволен. Ссылку на потенциометры нужного номинала я оставлю в описании под видео. Ну и конечно же не забывайте, что все доработки вы делаете на свой страх и риск, но если все делать правильно, то и рисковать не придется. И пожалуй на этой ноте я попрошу тебя поставить лайк под этим видео, а на сегодня у меня все. С вами был Джон Панч, всем спасибо за просмотр, еще увидимся.